Девушки отдыхают По меньшей мере год назад. Вживую он выглядит по-другому. Мы об этом говорили снаружи, что просто фотографии не дают понимания, как он выглядит. Он такой странный, что его нужно смотреть вживую. Как будто компьютерная графика пришла в жизнь. Да, это самая крутая на вид машина, которую когда-либо делали. И она буквально пуленепробиваемая. Мы покажем видео с перестрелкой уровня Алькапоне. То есть, если бы Алькапоне пришел и выпустил очередь по тачке, вы были бы в порядке. Но стекло не пуленепробиваемое? Стекло опционально пуленепробиваемое. Есть и такая опция. Ну, если нужно. Вообще, что угодно можно сделать пуленепробиваемым. В этом случае стекло должно быть очень толстое. Это значит, что оно не будет опускаться. А как тогда в МакАвто заезжать? Вот в этом вопрос. Это проблема. Нужно открывать дверь, вылезать из машины. Но ничего, можно же просто пригнуться. Да, можно пригнуться. А как скоро вы будете готовы начать поставки? Кто-нибудь уже получал кибертрак? Мы планируем отдать первые кибертраки уже в следующем месяце. Ого, то есть пока что вы проводите тестирование? Самая сложная часть — производство, а не разработка автомобиля. Про это просто фильмов никто не снимает, а зря. В фильмах всегда есть какой-нибудь изобретатель. Вот он изобретает автомобиль, и все готово. Вот он что-то придумал, и конец. Но это не так. Это легкая часть. Производство в разы сложнее. Почему это гораздо сложнее, чем производство одного экземпляра? Чтобы продукт был доступным, его нужно производить массово. Производство должно быть бесперебойным. Это становится понятно, когда ты приходишь на производственную линию. Нужны литейные станки, колеса, шины, все, что нужно для двигателя. Аккумуляторы, все материалы для батареек, кремний для чипов. Производство в сто или даже в тысячу раз сложнее, чем создание прототипа. Ого. А как только ты выходишь на массовое производство, что само по себе сложно, нужно сделать автомобиль доступным. Снизить стоимость автомобиля даже на 20% сложнее, чем наладить массовое производство. Поэтому я постоянно говорю, что производство значительно сложнее разработки. Это не значит, что разработка — это легко. Нужен вкус, и нужно хорошо понимать, что ты делаешь. Если у тебя нет вкуса и понимания, прототип будет ужасен. Так что прототипы важны, но само производство. Тут начинаются сложности. А насколько сложно сделать кибертрак, при условии, что кузов сделан из стали? Очень сложно. Сложность производства пропорциональна количеству новых технологий, используемых в продукте. В кибертраке много нового. Производственная линия будет двигаться со скоростью самой медленной, самой неудачливой и самой глупой части линии. Если прикинуть, по меньшей мере 10 тысяч узлов должны работать как часы. Даже если 9999 узлов работают, но не работает один, такова будет скорость производства. Автомобили примечательны не своим появлением, не изобретением, а появлением заводов, массового производства. За это мое почтение Генри Форду. Он был гением. Более того, Форд ответственен за появление всей индустрии массового производства. По сути, он основал Кадиллак и потом уже основал Форд. За ним просто все повторяли. Ты знал, что он сделал свой первый автомобиль из конопли? Он использовал конопляное волокно для кузовных панелей. Нормально. Есть видео, где он бьет по машине молотком. Конопляное волокно в изделиях невероятно прочное. Не знаю, что используется для создания полотна, но в итоге оно очень легкое, как стекловолокно, и при этом очень прочное. Давай найду видео, это потрясающе. Генри Форд бьет по кузову молотком. Вот, посмотри. Обалдеть, правда? Не знаю, почему они перестали использовать это волокно. Это было в 1941 году. А сколько весит Кибертрак? Зависит от конфигурации. Что-то около трех тонн. В разных версиях по-разному, но примерно 2, 700, 3200 килограмм. Как обычный пикап. Как Форд F-250? Ага. Конечно, у вас много материала и вес приличный, но с вашими двигателями время разгона до сотки все равно довольно безумное, да? Три с половиной, кажется? Мы стремимся к разгону до сотки меньше, чем за 3 секунды, в режиме Beast. Есть у нас и такая версия. Я пока не хочу раскрывать все карты, но у нас есть три фишки. Одну из них люди уже знают, то, что он пуленепробиваемый, в производственной версии. А если из лука стрелять? Он будет в порядке. Думаешь, спорим? У меня есть блочный лук с усилием натяжения 40 килограмм, который стреляет стрелами на 520 гран на 90 метров в секунду. Если хочешь, пойдем попробуем прямо сейчас. Эх, если бы он был у меня с собой. Он у тебя дома? Ага. Может, отправим кого-нибудь? Прямо сегодня проведем демо. Это было бы интересно. Поеду домой со стрелой в кузове. Спорю, что у меня получится. Спорю, что нет. Правда? Да. Спорим на доллар. Черт. Не, ну вообще, если достаточно мощный лук, может и получится. Проблема лука в том, что даже если болт будет очень быстрый, он не настолько тяжелый. Так можно сделать тяжелый болт? Да, верно. Но обычно они значительно легче, просто гораздо быстрее. Они легко летят со скоростью 120-150 метров в секунду. Так здесь важна энергия на единицу площади. Например, патрон 45-го калибра проходит чуть хуже, чем 9-миллиметровый. Знаешь, что я понял? У меня есть стрелы с широким наконечником. Есть такие стрелы, и тут есть менее мощный лук с натяжением 36 килограмм. Давай попробуем. Конечно. Хочешь сейчас? Давай. Погнали. Круто. Может быть, очень смешно. А почему это у него стрела из тачки торчит? Привет, красотка. Ну что ж, теперь мы знаем. Мы только что стреляли в машину, и стрела еле поцарапала кузов. Стрела на 525 гран летела со скоростью 83 метра в секунду примерно. Хотя даже больше. У нее наконечник 125 гран, то есть всего 545 гран. Это очень впечатляет. Столкновение ее просто уничтожило. Наконечник сплющился, стрела разлетелась. Потрясающе. А в следующем месяце на мероприятии мы покажем видео, на котором мы выпускаем целый магазин из пулемета Томпсона. Патронов 50. И вы его таким сделали просто по приколу? Просто потому, что так круче? Потому что можете? Ну так это, пикапы же должны быть суровые, не? Ну да. А вот твой пикап пуленепробиваемый? Мой нет, точно нет. Ну и вот. Если я буду стрелять в свой пикап из лука, стрела точно пройдет через кузов. В фильмах люди прячутся от пуль за дверьми автомобилей, но дверь машины — это, по сути, тонкий лист стали. Если стрелять в обычный пикап, пуля пройдет насквозь через обе двери. Прятаться за дверью, как в фильмах, не получится. Как в команде А, повсюду летают пули, а они прячутся за дверьми. Так не работает. Но с кибертраком так можно. Мы лучшие в апокалиптических технологиях. Да, в апокалипсис — это лучшая тачка. Она все еще может менять клиренс? Ага. И у нее нет ничего на днище, что могли бы повредить камни? Абсолютно верно. Обычно в машинах на ДВС есть дифференциал, который расположен между задними колесами. Ну, низко. Если заглянуть под пикап, почти всегда можно увидеть, как низко он висит. Если его заденет камень, он сломается. А у кибертрака днище абсолютно плоское, и у него лучший клиренс среди автомобилей. Как скоро появится, если вообще появится, автомобиль, полностью питающийся солнечной энергией? Слушай, ну это проблема площади. Получается, около киловатта на квадратный метр. Одной площади автомобиля просто недостаточно. Но если сделать какую-то раскладную панель, можно питать машину. Раскладную в смысле ты машину запарковал и оставил заряжаться? Ну да, что-то типа как спутники Starlink раскрывают свои солнечные панели. Просто нужно больше площади. Есть какой-то потенциал развития технологии, который бы позволил сократить площадь? Нет. Киловатт на квадратный метр — это то, что выходит, когда ты в нормальном положении к Солнцу, на 90 градусов. И ускорить это никак? Ну так это буквально солнечная энергия, и потом это нужно умножить на эффективность. Эффективность хороших коммерческих панелей около 25%, то есть это уже 250 ватт на квадратный метр. А что была за машина Fisker? Она использовала солнечные панели. Они утверждали, что машина могла питать электронику Солнцем, типа радио включить. Ха, да. Тут просто недостаточно площади. Но дом можно питать от солнечной панели или от солнечной крыши Тесла. Но никогда не будет такого, что машина будет сделана из солнечных панелей. Они просто не будут достаточно эффективны? Именно. Площади недостаточно. Какие последние прорывы были в сфере аккумуляторов? Как скоро у нас появятся гораздо более эффективные и долговечные батарейки? Я слышал про аккумуляторы на натрии. Запас хода больше не проблема. Model S проезжает 640 километров на одном заряде. Model 3… Model Y проезжает более 480 километров. Это больше, чем нужно большинству водителей. Но когда у нас появятся еще более эффективные аккумуляторы? Я просто больше не вижу проблемы. Как только у вас есть машина с запасом хода, не знаю, километров 400 при движении на шоссе, ну, или так, 380 километров при движении со скоростью 130 километров в час, и вы едете без остановок 3 часа. Выехали вы, скажем, в 9 утра, к 12 остановились на обед, сходите в туалет, возьмете кофе. К тому моменту, когда вы вернетесь, машина уже заряжена. Как быстро она заряжается полностью? Полчасика где-то. Конечно, это отличается от машин с ДВС, но люди привыкают. Машину на ДВС нужно будет заправить полностью, а с электромобилем, ну, его стоит разряжать почти до нуля. Машина очень точно считает, сколько осталось запаса хода. Скажем, едешь ты в путешествие на Тесле, она просчитает, на каких станциях тебе нужно будет остановиться и до скольки зарядиться. Компьютер сам разберется и сделает это хорошо. Лучше зарядить ее до 80% и разрядить до 10% или больше. А в повседневной жизни так же или это только в долгих поездках? В целом, только с долгими путешествиями. Это если вам нужно максимально сократить количество времени на зарядку. Тут немного не очевидно, потому что на машине с ДВС вы бы скорее залили бензин до полного бака, а при зарядке скорость падает после 80%. Неплохая аналогия — это машины на парковке. Ионы лития пытаются найти, где им припарковаться при движении из одной части батареи в другую. Бегают ионы, значит, такие, ищут, куда им встать. Если парковка пустая, они быстренько находят место и паркуются. По мере заполнения парковки мы уже долго ищем место у торгового центра. По сути, это и происходит. Ионы ищут, где бы им встать. Когда аккумулятор почти полностью заряжен, им сложнее и сложнее найти пустое место, и приходится больше бегать. То есть зарядиться с 80 до 100 занимает дольше времени? Именно. Зарядка с 80 до 100% занимает примерно столько же времени, сколько с нуля до 80. А, в общем, ты удовлетворен технологиями, которые сейчас доступны? Да, запас хода не проблема, стоимость проблема. Машина с большим запасом хода должна быть доступной. Когда вы выйдете на массовое производство, сколько кибертраков вы сможете производить в месяц? Мы целимся в 200 тысяч в год, может, чуть побольше. Ого. Но еще раз, производство — это гораздо сложнее, чем разработка концепта. Я не пытаюсь обесценить дизайн, просто хочу подчеркнуть сложность производства. Этого многие не понимают, потому что про производство фильмы не снимают. Есть куча фильмов про безумных изобретателей в гараже, но я не знаю ни одного фильма про производство. Ты знаешь? Ничего не приходит на ум. Хотя, интересно, это же такая большая часть американской культуры и причина падения многих американских городов. Про это есть документалка «Роджер и я. Как Флинт просто разрушили, потому что оттуда ушло автопроизводство». Политики очень сильно стараются заманить к себе любые производства, потому что заводы — это генератор рабочих мест, и на каждое место на заводе появляется примерно по 5 рабочих мест в других секторах. Учителя, электрики, сантехники, юристы, бухгалтеры открываются рестораны. Производство в итоге рождает огромное количество рабочих мест. Поэтому губернаторы, премьер-министры и президенты очень сильно стараются, чтобы в их странах или регионах открывались заводы. Когда ты только начал заниматься Теслой, ты понимал, насколько это будет трудно? Я знал, что будет очень сложно. Я думал, что вероятность успеха процентов 10. Было бы глупо думать иначе. На сегодняшний день единственные не обанкротившиеся автопроизводители в США — это «Форд» и «Тесла». И «Дженерал Моторс», и «Крайслер» были банкротами, и есть шансы, что они снова обанкротятся. «Форд» и «Тесла» еле спаслись. Очень сложно было держать «Теслу» на плаву, когда «Крайслер» и «Джиэм» стали банкротами, потому что производство значительно сложнее всего остального. Надеюсь, кто-нибудь снимет об этом кино. Может, им стоит снять фильм о «Тесла»? Ага. Почему бы и нет? Кого бы ты хотел видеть в роли себя? Вообще пох. Может, Дэвид Спейд? Да кто угодно, мне вообще по барабану. Я шучу, но фильм снять надо. Нужен какой-нибудь хороший актер, который не облажается. Да, понимаешь, тут дело в том, что сценаристы ничего не знают про производство. Они его не видели никогда. Нужна будет какая-то сюжетная арка. Ну, есть всякие шоу, где рассказывают, как создаются те или иные вещи, но это для узкой аудитории. Ты уже больше года владеешь платформой «Х». Бывает такое, что тебе снится, что ты этого не сделал, и жизнь в разы проще? Это определенно был путь к проблемам и к ненависти. Что в конечном итоге заставило тебя принять решение о покупке? Смотри, это, конечно, прозвучит драматично, но я переживал, что платформа разлагает цивилизацию. Отчасти из-за локации. Даунтаун Сан-Франциско. Это красивый город, и я думаю, им стоит взять себя в руки. Пройдись по улице рядом с штаб-квартирой Твиттера. Это просто зомби-апокалипсис. Там жесть. Ты там был? Давно уже не был, но слышал всякое. Там жесть. Говорят, что в это даже сложно поверить, пока сам не увидишь. Это правда. Невольно возникает вопрос, что за позиция к этому привела. Эта позиция довольно нишевая, и обычно она была бы ограничена одной зоной, но ей дали оружие, рупор, чтобы транслировать эту позицию на весь мир. А результат очевиден, если пройтись по даунтауну Сан-Франциско. Это конец цивилизации. И речь же не только о трансляции этой позиции, но и в ограничении оппозиции. Да, но для того, чтобы эффективно транслировать какую-то позицию, нужно ограничивать тех, у кого есть другая точка зрения. Потому что эта позиция не выдерживает критики? Верно. Ты сам наверняка сталкивался с этим. Люди постоянно тебя пытаются чему-то научить. Да, это поразительно. И я не думаю, что это слишком драматичный подход. Я тоже не хочу прозвучать драматично, но это почти что секта-убийца. Ты абсолютно прав. Именно секта-убийца. Это антинаталисты. В каком-то смысле они продвигают вымирание человечества, цивилизации. Чаще всего это неявно, но иногда вполне явно пропагандируется. На первой полосе Нью-Йорк Таймс был чувак из «Движения за добровольное вымирание человечества». Прикинь, они так и называются. Его буквально цитировали. В кавычках «На Земле 8 миллиардов людей, а лучше бы не было ни одного». Ну, чувак, может, с себя начнешь? У него друзья есть? Меня это всегда интересует. Вот, смотри, вот этот вот чувак. «Добровольное вымирание». Какой ор? Я бы хотел с этим чуваком побухать. Это явная версия секта-убийцы. Будем жить долго и счастливо, и вымрем все в один день. «Вымирание» — это слово, которое он сам использует. Он сам себя так и описывает. И они о нем рассказывают. Я... вот лично я не поддерживаю вымирание, а они поддерживают. Пошли они к черту. Ну, он точно за. Так пусть к черту идет, я же говорю. Это кажется глупо, хотя я хотел бы с ним потусоваться. Он наверняка удивительный. Просто пообщаться с ним один на один. Я, конечно, за окружающую среду, но когда борьба за нее доводится до абсолюта, человечество начинает восприниматься как чума. Но это ж не так. Земля может выдержать раз в 10 больше людей, чем сейчас живет на планете, и дождевые леса ваши будут в порядке. Движения по защите окружающей среды зашли слишком далеко. Если думать, что люди плохие, начинаешь задумываться, что они должны умереть. Через три часа я поеду на конференцию по безопасности ИИ, встречусь с премьер-министром Великобритании, и когда люди спрашивают, «Да что может случиться с ИИ?» Но если его будут программировать антинаталисты, его целью будет вымирание человечества, ИИ не будет думать, что это плохо, прямо как этот чувак. Если дать ему свободу, он наверняка будет принимать решения, следующие Евгеники. Радикальные изменения в том, что людям можно и нельзя делать, например, загрязнять природу. Но в некоторых регионах просто нет других решений. Может быть, ИИ придумает для них какую-то систему получения энергии и ресурсов? В энергии недостатка нет. Мы обсуждали солнечную энергию для автомобилей, там проблема в небольшой площади. Но всю территорию США можно обеспечить энергией только за счет солнечных панелей 160 на 160 километров. Серьезно? Да, да, точняк. То есть можно просто выбрать никому не нужное место? А с этим проблем нет. Просто поставить там солнечные панели и обеспечивать всю страну? Да, верно. 24 на 7. Нужны будут аккумуляторы, но да. Ого. Это вполне реализуемо. У нас в небе огромный термоядерный реактор, и его не нужно обслуживать. А разговоры о радиации сильно преувеличены. Ну, вы же не боитесь выходить днем на улицу. Интересно, почему в реальной жизни радиация — это плохо, а в комиксах всегда хорошо? Ха-ха, да. Укус радиоактивного паука дает тебе способности. А если тебя укусит радиоактивный таракан, ты будешь человеком-тараканом? Да, один из людей Х. Полагаю, многие люди просто не понимают, что такое радиация, и воспринимают ее как какие-то мистические невидимые смертельные лучи. Люди вообще обобщают, типа, радиация значит Чернобыль. Сейчас в Чернобыль можно съездить на экскурсию. Серьезно? Да. Прямо туда, где... Ну, там война идет, но если бы не она, то да. Риск облучения — там меньше вероятности получить пулю. Просто люди не понимают, что это такое. Они радиацию не видят, не чувствуют, и думают, что в любой момент можно умереть от какого-то магического смертельного луча. Типа, знаешь, как люди боятся микроволновок и думают, что телефон их облучает. Они просто боятся термина. Но это все из-за 3 Mile Island — Фукусимы. Да, да, но на Фукусиме никто не умер из-за облучения. Ни один человек. Люди в Калифорнии переживали, что до них дойдет радиация из Фукусимы. А я такой, это самое тупое заявление, которое я когда-либо слышал. Вообще, я, чтобы подержать Японию, полетел на Фукусиму и ел выращенные локально овощи прямо на телевидении. Я все еще жив, как видишь. У меня есть друг, он очень умный, но он не ест рыбу из Тихого океана, потому что боится радиации из Фукусимы. Это нерационально, это не имеет никаких подтверждений, абсолютно. Я ему это отправлю. Братан, можешь снова есть суши. Вот тунца слишком много есть нельзя, потому что можно отравиться ртутью. Это вот реально. Или отравиться мышьяком из-за сардин, как я, к сожалению, узнал на практике. Серьезно? Слишком много съел сардин? Да, я сдал анализы, и врачи говорят, у тебя мышьяк в крови. Я такой, меня что, отравили? А он говорит, ну, концентрация очень низкая. Типа, ты свою девушку не злил? Он мне говорит, ты рыбы много ешь? Я говорю, да, по три банки сардин за вечер. Это много сардин. Обожаю. Ну, типа... Обожаю. Ты прям обожаешь сардины? Всегда любил. Ну ладно, но получается, слишком много есть нельзя. Да, это плохо для здоровья. Типа, немножко сардин, но не три банки в день. Я просто возвращаюсь из стендап-клуба вечером, не хочу заморачиваться с едой, не хочу есть фастфуд. Так что открываешь баночку сардин? Несколько баночек сардин. Просто смотрю телек, ем свои сардины. Ха-ха-ха, разнос. И так каждый день. Но я перестал так есть. Через несколько месяцев сдал анализы, и все стало хорошо. А анчоусы очень круто идут в салат «Цезарь». Да, я фанат анчоусов. Моя любимая пицца с анчоусами и ананасом. Двойные анчоусы, двойной ананас — потрясающе. Сладко-солено, этот еще ароматный соус, сыр. Я, когда маленьким был, ненавидел гавайскую пиццу, а теперь мне нравится. Гавайская — неплохо, но я тебе отвечаю, анчоусы и ананас — это бомба. Ха-ха, ладно, 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 я попробую. Погоди, а мы можем сейчас заказать? Это возможно? Наверняка, почему нет? Давай попробуем. Ништяк. Скажите Джеффу, чтобы он заказал огромную пиццу с двойным ананасом и двойными анчоусами. Супер, потрясающе. Я вообще жесть какой голодный. Погнали. Когда, если не сейчас? Давайте наслаждаться жизнью. Хе-хей. Наверняка же есть какое-нибудь хорошее место. Поищите, скажите, что это для нас. Если откажутся делать, скажите, что мы про них в подкасте расскажем. Хе-хе-хе, не говорите, что это нам. Пофигу, скажите, что нам. А мы потом такие, ой, а что это за странный соленый соус? Хе-хе. О, боже, нет, не говорите, что это для нас. Хорошее замечание. Да, не говорите. Главное, у либералов не заказывайте. И у тех, кто еще в масках ходит. Таких много. Реально, таких до сих пор много. Они все еще носят маски. Бред какой-то. Да, я периодически вижу таких параноиков. Я недавно видел чувака на улице в маске. Братан, тебе лет 28 на вид. Думаю, с тобой все будет в порядке. А вот дышать в этой маске не очень хорошо. Да, люди думают, что маски — это какой-то волшебный щит. Конечно, в некоторых случаях маски необходимы. Например, когда хирург делает операцию. Не хотелось бы, чтобы в рану попала слюна. Но в большинстве случаев маска не очень полезна для здоровья. Я вообще не понимаю. Ты же выдыхаешь, потом эти же частицы вдыхаешь. Как это вообще должно фильтроваться? Ну, возможно, маска — это как щит в бою. Да, от каких-то стрел он тебя защитит, но ты не станешь неуязвимым. Раньше в Твиттере такого было много. Куча пропаганды одной позиции и игнорирования таких ученых, как Джейб Хатачари и Стэнфорда. Реальных ученых. А их травили, банили. Они забанили Алекса Беренсона. Да, тогда Твиттер, по сути, был рукой правительства. Это тебя удивило? Меня поразили файлы Твиттера. Когда ты дал журналистам доступ, Шелленбергеру, Таиби, реакция. Таиби давал показания в подкомитете по вопросам использования федерального правительства в качестве оружия. А потом его внезапно начала проверять налогово. Это просто так топорно. Джек, кстати, этого не знал, и люди тоже не понимали, насколько Твиттер был рукой правительства. По сути, старый Твиттер — это государственные СМИ. А как они это объяснили? Что они прогрессивные либералы, у них благие намерения, важно, чтобы они оставались у руля? По сути, они притесняли любые альтернативные мнения, даже умеренные. И определённо всё, что можно назвать правым. И я сейчас даже не про ультраправых, а любые подобные мнения. Республиканцев притесняли в 10 раз больше демократов, потому что Твиттер контролировался ультралевыми. Поэтому я и говорю, что идеология Сан-Франциско-Беркли — нишевая. Сложно назвать что-то более левое. Может, Портланд? Да, в целом это два самых левых регионов США. С их точки зрения все мнения правые, включая умеренных. Да, верно. Получается, что все не ультралевые, не правые. И они притесняли всех, кто не был согласен с их мнением. Поэтому я и называю Твиттер информационным оружием левых. Кремниевая долина привлекает самых умных инженеров и программистов со всего мира. Они создали информационное оружие, которое потом захватили ультралевые. Сами они его создать не могли, но поскольку находились рядом… И те, у кого было это оружие, имели схожие политические взгляды. Чаще всего люди, занимающиеся технологиями умеренных взглядов, может, с уклоном влево, но они не ультралевые. Поэтому я говорю про Сан-Франциско-Беркли. Это не захватывает Южный Сан-Франциско или Пало-Альто. Мы говорим про небольшую зону радиусом километров в 15. В обычной ситуации негативные эффекты такой идеологии были бы географически ограничены. Так раньше и было. Но когда у тебя есть такой громкоговоритель, как Твиттер или любая другая соцсеть, ты можешь распространять ультралевые идеи по всему миру. Сами они не могли создать такое оружие, но случайным образом оказались в месте, где были хорошие инженеры. Тебя удивляет, что не все понимают, насколько это опасно? Некоторые понимают, некоторые люди говорят, что Твиттер разворачивается в правую сторону. И да, это так, потому что кто угодно на этой шкале находится правее ультралевых. Кто угодно. А сколько ультралевых было забанено в Твиттере? Правильно, ноль. Мы просто сдвинулись в центр, но с их точки зрения это теперь площадка для правых. Но все относительно. А они пропагандировали эту философию не только в США, а по всему миру. С таким же уровнем притеснения в других странах? Да. Но у Талибана есть аккаунт в Твиттере, так ведь? В Твиттере наверняка есть люди, которые... С моей точки зрения, X должен представлять собой коллективное сознание человечества. Это значит, что там будут люди с мнением, с которым ты не согласен. Но это человечество. Мы не можем их вычеркнуть. Если кто-то нарушает закон, тогда аккаунт банят. Если они пропагандируют убийство, то аккаунт банят. У нас есть правила исключения, типа ООН. Есть, скажем, Аятолла, который хотел бы, чтобы Израиля не существовало, но он может зайти в здание ООН в Нью-Йорке. И вообще, представители Ирана вполне спокойно туда ходят, несмотря на все санкции. С ООН можно не соглашаться, и нам не нужно мировое правительство, которое будет всем управлять. Это риск для цивилизации, но в организации есть смысл. И нам нужно, чтобы лидеры стран были в соцсетях. Нам нужно слышать, что они говорят, даже если они говорят ужасные вещи. Ты сказал очень важную вещь — это человечество. И да, нужно, чтобы такие платформы отражали человечество, чтобы мы понимали, о чем вообще речь. У нас есть какое-то искаженное представление о том, что люди думают, чего хотят и что им нужно, потому что мы живем в пузыре той или иной идеологии. А все вне этого пузыря попадает под цензуру. Это буквально меняет голос всей страны, меняет представление о том, что нормально, а что нет. Это не все человечество, это какая-то версия человечества. Именно. Первая поправка имеет смысл только тогда, когда люди, которые тебе не нравятся, имеют право говорить то, что тебе не нравится. Потому что только в этом случае они не могут остановить тебя от выражения своего мнения. А в Твиттере цензурировали всех неугодных, точнее, они попадали в теневой бан. Но дело не только в бане. По сути, они скрывали настоящие новости по указу правительства. То есть они понимали, что это реальные новости, но продолжали выполнять требования правительства. Как я это вижу, несколько органов власти нарушили первую поправку, и они должны нести за это ответственность. Какие законы тут работают, при условии, что это частная соцсеть? То есть один из аргументов левых тут может быть «Это частная компания, они могут поступать так, как хотят». Да, но очень забавно, что теперь они говорят «Ой, частная компания не может делать все, что ей заблагорассудится». Ну, они расстроены. Смотри, само правительство не имеет права цензурировать людей. Но, как по мне, они фактически так и делали. И как минимум тут должно быть открытое расследование, потому что правительство заставляет платформу делать то, что им нужно, и это должно быть нарушением первой поправки. Но с другими формами медиа они так поступить не могут. Да, попробуй, а не проверни что-то подобное с изданием, у них были бы проблемы. А вот не факт. Мы же не знали о том, насколько спецслужбы вовлечены в работу Твиттера. Не думаешь, что это может быть повсеместно? Это точно происходит со всеми соцсетями. Более того, Экс сейчас единственная платформа, которая не имеет связи с правительством. Все остальные пляшут под дудку правительства. Офигеть, но когда я говорю про повсеместно, я имею в виду CNN, New York Times, Washington Post. Вообще, очень удивляет, насколько СМИ согласны с правительством. Почему они не задают вопросы? Раньше задавали. Почему они больше этого не делают? Что-то тут не сходится. Много есть странных вещей. Скажем, фармацевтическим компаниям разрешено размещать рекламу на телевидении. Есть две страны в мире, где это разрешено, и мы одна из них. Вообще, я не против рекламы фармацевтических компаний при условии, что реклама правдивая. Потому что лекарства могут кому-то помочь, но реклама должна быть очень точной. Я тут выступаю как адвокат дьявола, но я даже думаю, что она в большинстве своем правдива. Большинство цензуры, которую мы видим, рождается в рекламных агентствах и пиар-компаниях, которые хотят продвинуть определенную точку зрения. Или их нанимают НКО, которые заставляют рекламодатели выбирать ту или иную платформу. Джордж Сорос, насколько мне известно, основной донор демократической партии. На втором месте Сэм Бэнкман-Фрид. У Сороса было сложное детство. Не знаю, мне кажется, он просто ненавидит человечество. Я так считаю. Серьезно? Он делает вещи, которые подрывают саму структуру цивилизации, помогает ставить окружных прокуроров, которые отказываются возбуждать дела. Отчасти поэтому в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и некоторых других городах такие проблемы. Зачем это делать? Думаешь, дело в человечестве или в США? Он и к другим странам руку приложил. В целом он уже довольно стар, но он очень умен и очень хорош в арбитраже. Он шортил британский фунт. Он вроде так зарабатывал первые деньги. Арбитраж — это, по сути, видеть прибыль, которую не видят другие люди. Например, он увидел, что рентабельность на местных выборах гораздо выше, чем федеральных. Самая низкая рентабельность у президентских выборов. Затем выборов в Сенат, потом в Конгресс. А вот выборы окружных прокуроров очень рентабельны. Он понял, что не нужно менять законы. Нужно просто поменять то, как они соблюдаются. Если никто не обеспечивает соблюдение законов или делает это выборочно, это то же самое, что их изменить. И он это понял. Поразительно, что никто этот тренд не остановил. Я это останавливаю прямо сейчас. Да, это так. Но ты, возможно, единственный. Большинство просто не хочет раскачивать лодку. Большинство хотят, чтобы общество их принимало. Если о них негативно отзываются в СМИ, это их ломает. А мне плевать. Давайте, пишите. Ага. При этом, если ты важный, известный человек, невозможно сделать так, чтобы все были тобой довольны. Всегда будет кто-то, кто скажет о тебе что-то нелицеприятное. Или это просто имеет большее значение, когда это исходит от СМИ? Потому что другие люди это прочитают. Тут непонятно. По сути же, условная статья в Нью-Йорк Таймс — это мнение одного человека, ну и его редактора. Да, просто больше людей это прочитают. Нью-Йорк Таймс в последнее время вообще очень сложно читать. Просто они совершают ужасные ошибки. Как новость про бомбежку Хамаса? Хумуса? Про то, что Израиль якобы разбомбил больницу. Просто прикройте поставки нута. Это их обезоружит. Что они будут делать, когда чипсы макать будет не во что? Нам нужно показать им пиццу с анчоусами и ананасом. Надеюсь, она приедет. Мы ее, кстати, в каком месте заказали? Как называется? Просто хочу убедиться, что место хорошее. Пицца ли он? А это хорошо, классно. Огромное почтение людям, которые готовы делать пиццу так поздно. Это ж круто. Еда в ночи. Если вы доставляете еду в ночное время, снимаю перед вами шляпу. Абсолютно. В Лос-Анджелесе было заведение, в котором можно съесть стейк в любое время дня и ночи. Pacific Dining Car. Настоящий стейк-хаус. Мы выходили из стендап-клуба в 2-3 часа ночи и ехали есть стейки. Правда? Да. Не знаю, открыты ли они еще. В Санта-Монике они закрылись. Не знаю, что с местом в Даунтауне. Оно еще открыто. Временно закрыто. Чертов ковид. Из-за него столько мест закрылось. Они уже не откроются. Твою мать. В какой-то момент ковид уничтожил 70% ресторанов в Лос-Анджелесе. Хотя нет, не ковид, а правила, локдауны. Вирус осознанности. Я поэтому сюда переехал. Это одна из причин. Мы приехали сюда в мае 2020 года, и тут можно было ходить в рестораны, есть внутри. Мои дети тогда были помладше, им было по 10 и 12 лет, и они кричали, «Мы хотим жить здесь». Им просто страшно было. В Лос-Анджелесе творилось черти что. Большую часть ковида я провел на юге Техаса. Мы строили завод для Старшипа. Никаких масок, ничего. Просто строили завод, собирали ракеты. Сотрудники из Калифорнии приезжали в масках и были в ужасе, что мы их не носим. «Ребят, ничего, мы же еще живы». Кто-нибудь с твоего завода умер от ковида? Насколько мне известно, нет. Я в целом уже видел, что происходит в Ухане. У Тесла в Китае 20 тысяч сотрудников. Первая волна началась там, и никто не умер, и серьезно не болел. Значит, не так все страшно. И мы при этом ориентировались не на официальные цифры от правительства. Мы же видели, сколько людей приходят на работу, и никто не умер, никто серьезно не болел. Поэтому я не понимал, из-за чего весь сырбор. Проблема в том, что люди продолжают придерживаться изначальной позиции. Они продолжают рьяно отстаивать точку зрения, что локдауны небессмысленны, что вакцинация должна быть обязательно, что школы нужно было закрывать. Многие люди сформировали мнение в 2020 году и теперь занимаются ментальной акробатикой, пытаясь доказать, что это был правильный выбор. Это просто была паника. И многие смерти списали на ковид, хотя они с ним ничего общего не имели. И как будто в этом случае лекарство было хуже заболевания. Люди боялись и кому-то ставили диагноз ковид, подключали КВЛ на неделю, а это просто уничтожит твои легкие. Если тебя подключают к чистому О2 под давлением, а в горле торчит трубка и при этом ты под анестезией, это очень плохо для организма. Одно дело несколько часов во время операции, другое — неделя. Просто прожарка легких. Воздух, которым мы дышим, на 78% состоит из азота, 1% аргона, примерно 21% кислорода и всякое по мелочи. Если спросить у людей, чем мы дышим, большинство скажет — кислородом. Не, ребят, мы дышим азотом. Кислорода там всего четверть. Ну и 1% аргона. Я довольно много знаю о системах жизнеобеспечения, потому что занимаюсь космическими кораблями. Нужно поддерживать жизнь в невесомости. Мы считаем процент азота, процент кислорода, следим за давлением. Давление на уровне моря примерно 10 тысяч килограмм на квадратный метр. Частичное давление кислорода, которого около 20%, соответственно 2000 килограмм. В космическом корабле, особенно если ты в скафандре, нужно снизить давление. Конечно, нужно достаточно кислорода, чтобы люди функционировали, но нужно снизить процент азота, чтобы в скафандре не было давления, как на уровне моря. При таком давлении невозможно будет двигаться. Нужно снижать давление в 2-3 раза. Давление кислорода должно оставаться примерно таким же, около 2000 килограмм и еще 2000 килограмм азота. Че там, жарко тебе в парике? Я тут потею ужасно. И чешется, небось. Да, не могу поверить, что люди в них могут постоянно ходить. В общем, я кое-что-то понимаю, как поддерживать жизнедеятельность человека в невесомости. Мы разработали систему жизнеобеспечения человека в условиях невесомости в космосе, а это очень сложно, так что я знаю, что чистый кислород в течение долгого времени — это плохо для организма. 80% людей, которых подключали к ВВЛ, умерли. Да, и более того, я об этом писал. Я звонил врачам из Ухани и спрашивал, какие самые большие ошибки вы сделали во время первой волны. Это еще в начале было. И они сказали, мы слишком многих людей интубировали и подключили к ВВЛ. Я написал тогда в Твиттер, что уханьские врачи говорят, что это была ошибка и подключать людей к ВВЛ надолго, и что именно это наносит вред легким, а не ковид. Лечение хуже, чем заболевание. Ну, на меня наехали, ты, мол, не врач. Да, но я делаю космические корабли с системами жизнеобеспечения, а ты чем занимаешься? Я ручки закручиваю. Ну окей, фигач дальше. Тогда как будто нужно было верить во все, что говорит правительство, что говорит Центр по контролю и профилактике заболеваний. И даже со временем, когда прошла информация, что вирус сделали в лаборатории, люди продолжают спорить. Нельзя говорить о вакцинах на Ютубе. Как я и говорил, единственная соцсеть, в которой нет сумасшедшей цензуры, это Экс, из тех, что я знаю. Все остальное цензурируется. И Спотифай, поэтому подкаст тут и выходит. Дэниел молодец. Он красавчик, обожаю его. Другим компаниям стоит пойти по его стопам. К счастью, они в Швеции, в Стокгольме, у них совершенно другой взгляд на весь этот бред. А вообще, про азот и удобрения очень интересно. Одно из величайших изобретений в химии — связывание азота. Азот относительно инертный, поэтому его довольно сложно связать для синтеза аммиака. Точнее, сам процесс создания аммиака был очень важен. Процесс Габбера. Фритц Габбер. Абсолютно верно. Тот же чувак, который разработал циклон B. Связывание азота для создания удобрений — это на самом деле спасительное изобретение, потому что азот кончается. А для создания азотных удобрений требуется довольно много энергии. Это довольно сложно, так что это очень важный прорыв. Я читал, что 50% азота в человеческом теле благодаря этому методу и из того, что люди ели. А, из-за удобрений? Да, из-за процесса Габбера. Вероятно, это так. Это было бы большой проблемой человечества. Откуда брать азот для растений? Вы когда колонизируете Марс, какие у вас планы? Терраформирование или закрытая экосистема под куполами? Что вы планируете сделать, чтобы заселить планету? Ну, во-первых, нужна система жизнеобеспечения, потому что на Марсе не такая плотная атмосфера, примерно 1% от земной, и в основном из СО2. Со временем его можно будет терраформировать. Если его нагреть, там во льдах хранится много СО2, который будет испаряться и повышать плотность атмосферы. Там глобальное потепление даже нужно. Марс процентов на 50 дальше от Солнца, чем Земля, то есть он получает меньше половины солнечной энергии от того, что получаем мы. Правильно понимаю, что раньше на Марсе был совершенно другой климат? Высока вероятность, что на Марсе были океаны. Очень давно. Льда там вообще много, по всей планете. Но лед сверху почти везде покрыт пылью, кроме полюсов. Вообще, если нагреть Марс, скорее всего, на 40% планеты получится океан глубиной в полтора километра. Это довольно много воды. И мы считаем, что раньше так и было? Да, так этому есть доказательства. А есть теория о том, что с ним произошло? Солнечная система вообще со временем остыла. На Земле раньше было сильно жарче. Поначалу Земля была просто очень горячим куском камня. Поначалу вообще мало что на нем могло выжить, просто куча лавы. И на самом деле до сих пор так и есть. Планета как крем-брюле. Тонкая корочка, а под ней очень горячий мягкий камень. Технически этот камень в относительно твердом состоянии, но как только он попадает в зону с низким давлением, там появляется вулкан с лавой. На самом деле это просто тонкая корочка на жидком камне. Знаешь легенду о появлении племени Дагонов? Нет. Есть племя, я забыл в какой части Африки, но они верят, что они с Марса. Ммм, ладушки. Что было от цивилизации, которая покинула Марс множество веков назад? Это очень странная теория, и они знают какие-то вещи о Марсе. Я практически уверен, что они не с Марса. Да, я тоже в этом не сомневаюсь. Да, занятно. А у них есть космические корабли? Потому что если нет, я в это не верю. А сколько тысяч лет нужно, чтобы космический корабль... Вот если ты припаркуешь кибертрак в пустыне, сколько тысяч лет он простоит? Если его занесет песком, мы его найдем даже через миллион лет. Миллион? Я тебе говорю. Серьезно? Потому что он из нержавеющей стали? То есть должен быть какой-то сплав? Железо бы столько не продержалось, верно? По сути, мы бы нашли какие-нибудь ископаемые, окаменелости. Иногда они относительно хорошо сохраняются. Есть разные типы ископаемых, скелеты динозавров, деревья. По сути, происходит минерализация. Да, по сути, можно будет найти камень в форме кибертрака. Но это все? Сам кибертрак мы не найдем? То есть, если бы у них был корабль, который прилетел сюда 30 тысяч лет назад... Мы бы определенно нашли этому доказательство. Ну ладно, один корабль, может быть, и не нашли бы, но если их было много, то определенно. Я же не ошибаюсь, ребят, это же Дагонская легенда. Что? Не Марс, а что-то рядом с Сириусом? А, просто так странно, что у них именно такая легенда. Интересно, кто им сказал, что они прилетели из космоса? И представь, что ты преуспел, пока мы колонизировали Марс, и ты, допустим, прав, и в итоге на Земле происходит какая-то катастрофа, рукотворно или нет. Земли больше нет, есть только колония на Марсе, и они живут 10-20 тысяч лет. У них будет легенда о происхождении человека, что мы все пришли с Земли. Взять, к примеру, строительство пирамид 4,5 тысячи лет назад. 5 тысяч. Ага, это не так давно. Это правда. В галактических масштабах это ничто. 20-30 тысяч лет спустя люди на Марсе будут говорить о том, какой была Земля, как выглядел Тайм-сквер. Тут вопрос еще в том, откуда начинать отсчет цивилизации. Я бы считал от первой письменности, а это всего 5500 лет назад. Это древние шумеры, которых больше нет. Ты знаешь, что есть иероглифы, описывающие историю Египта задолго до этого, тысяч 30 лет назад. Но археологи не обращают на них внимания, потому что считают, что это их легенды и мифы. Но менее конвенциональные археологи верят в ударную гипотезу молодого Дриаса, что около 12 тысяч лет назад цивилизация, по сути, вымерла. И что в этом причина странных находок, мегалитических строений, например, Гёбек-Литте-Ле, которому 12 тысяч лет. Это огромное сооружение, и мы даже не знали, что люди были на такое способны, пока не нашли его в 90-х годах. В стандартном понимании 12 тысяч лет назад люди были охотниками-собирателями, а тут Гёбек-Литте-Лес со всякой 3D-резьбой по камню. Видел потрясающее шоу Грэма Хэнкока на Нетфликсе «Древний апокалипсис»? Нет. Посмотри, это потрясающе. Но это как раз про такие доказательства существования продвинутых древних цивилизаций. Гораздо раньше, чем мы привыкли считать, до древних шумеров. Мы там ориентируемся на 6 тысяч лет назад. Сложно тут сказать точно. У нас разброс в несколько сотен лет. Но сейчас считается, что самые древние глиняные таблички 5,5 тысяч лет. Если бы ты был археологом и нашел что-то более древнее, это было бы очень известным человеком. Они правда искали. Так что пока что из реальных доказательств у нас только то, что письменности 5,5 тысяч лет. Да, с точки зрения письменности верно. Но они считают, что от той древней цивилизации почти ничего не осталось, кроме таких вещей, как пирамиды, сфинкс. Есть геолог, его зовут доктор Роберт Шох из университета Бостона. У него есть теория водной эрозии сфинкса, которая указывает на тысячи лет осадков. И последний раз, когда там был дождь, 9 тысяч лет до нашей эры. Тогда вся долина Нила была, по сути, водным лесом и уже потом стала пустыней. Окей. Та зона, даже Сахара, была богатым водным лесом и превратилась в то, что мы видим сейчас. И он считает, что тогда и был построен сфинкс. Он показывал изображение эрозии геологам и не говорил, где это. И почти все говорят, что это эрозия от тысяч лет осадков. Слушай, ну даже если цивилизации 9 тысяч лет, это все еще ничто. Это да. Мы все равно говорим про очень небольшую долю отсуществования Земли. Геологические сведения показывают, что Земле примерно 4,5 миллиарда лет. Цивилизация существует примерно одну миллионную отсуществования Земли. Это почти ничто, даже если это 10 тысяч лет. Даже если 30, все равно это незначительно. Главное, что цивилизация очень хрупкая. Именно. И она гораздо более хрупкая, чем мы думали. Да-да. И нам нужно это осознавать. Мы люди удивительные. Если перед нами не стоит прямая угроза, она кажется очень абстрактной. О, пицца приехала. В жопу цивилизацию. Мой сын Саксон делает иногда очень интересные замечания. И он как-то у меня спросил, как выглядел Лос-Анджелес 4 тысячи лет назад. Я говорю, его не было. А он спросил, а как он будет выглядеть через 4 тысячи лет? Скорее всего, очень похоже на то, как он выглядел 4 тысячи лет назад. Да, именно. Он спросил, а люди говорили на английском 4 тысячи лет назад? Я говорю, нет. А будут говорить через 4 тысячи лет? Скорее всего, нет. О, пицца выглядит круто. Как там еще раз место называется? Пицца Леон? Пицца Леон, вы красавчики. О, да. Я, конечно, не аналитик, как Дэйв Портной, но это отличная пицца. Он фанат пиццы? О, да. Ты не смотрел его видео, где он анализирует пиццу? У него целый метод, бальная система, он оценивает корочку, изгиб. Там есть правила, их все знают, типа один укус. Пиццу можно кусать только один раз? Он один раз кусает, чтобы попробовать, потом так кивает головой, он, по сути, пиццный сомелье. А какая у него любимая пиццерия? Какая-то в Нью-Хейвене, в Коннектикуте. Там живут итальянцы, и у них потрясающая пицца, легендарная. Я как-то работал там в стендап-клубе, и даже тогда пицца в городе была очень хороша. Не знаю, кажется, это то, что можно легко повторить. Это же не космические корабли. Ха-ха, да, точняк. Разница только в том, что те люди, которые делают пиццу, думают не так, как люди, которые строят космические корабли. Иначе они бы ее давно уже скопировали. Типа, а что делают эти чуваки? Давайте сделаем реверс-инжиниринг. Это же вряд ли очень сложно. Всякие эти секретные соусы, просто и узнайте, что в них. Вкусно? Ага, вкусно, да. Сочетание анчоусов и ананаса удивительно, но вкусно, правда? Да, 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 вкусно. Наверняка они в первый раз такую делали. Я в меню ее не вижу. Никто, блин, такое не заказывает. Я когда раньше ее заказывал, у меня спрашивали, вы уверены? Думаете, я не знаю, что делаю? С двойным мышьяком. Знаешь, почему я не ем пиццу? Потому что не могу остановиться. Это проблема. Ха-ха, да, пицца слишком вкусная. Прекрасно. Высококалорийная углеводная пища. Только начинаешь, и уже невозможно остановиться. Углеводы — это зло. О, да. Что бы на это сказали древние египтяне? Они бы сказали, что мы свихнулись. Вы че, едите? Сколько людей едят преимущественно переработанную пищу? Заходишь в супермаркет, и все, что расположено в центре, это то, что, скорее всего, есть не стоит. Но редко можно. Сколько рабочих мест ты создал в Остине за счет гигафабрики? Около 10 тысяч напрямую в Тесла, и около 50 тысяч косвенно. Много. Это офигенно. На самом деле, нас ограничивает только недостаток рабочей силы. А что у вас рядом со SpaceX? В Лос-Анджелесе или тут? Тут. У нас завод по производству терминалов Starlink. Тут мы производим терминалы четвертой версии. Другие версии мы делали в Лос-Анджелесе, и мы продолжим производить их и там. Но мы недавно закончили строительство второго завода тут, в 20 минутах езды отсюда. А в какой части Техаса у вас происходят запуски? Старшип в Южном Техасе, рядом с границей, прямо на Орео-Гранде. А почему вы выбрали это место? Я буквально смотрел на фотографии со спутника. Для выхода на орбиту нужно делать запуск на восток, чтобы вращение Земли помогало выходу на орбиту. Выход на орбиту зависит от твоей скорости параллельно поверхности Земли. То есть, как быстро ты летишь вокруг Земли. Гравитация на высоте, на которой находится МКС, почти такая же, как и на Земле. Тут проблема в терминологии. МКС на самом деле летает вокруг Земли со скоростью 27 тысяч километров в час. МКС облетает Землю примерно за 90 минут. Поскольку Земля вертится, она движется со скоростью 1600 километров на экваторе. То есть, чем ближе ты к экватору, тем больше можешь воспользоваться вращением Земли для достижения орбитальной скорости. И поскольку она вращается на восток, нужно быть на восточном побережье. То есть, нужно пустое место на юго-востоке. Почти вся Флорида, кроме мыса Канаверал, застроена домами вдоль побережья. Одно из незанятых мест было рядом с границей с Мексикой. Оно просто не очень подходило под туристическую зону. В какой-то момент там хотели застроить все домами, но потом случился ураган и все разрушил. А некоторые зоны вообще оказались под водой. В общем, там сложно строить дома, поэтому место было свободно. А еще нам нужно было выбрать место на территории США, потому что у нас есть ограничения по экспорту, так как ракеты считаются современным видом вооружения. Мы не можем совершать запуски из другой страны. Интересно, что ракеты попадают под категорию вооружения. Да, межконтинентальные баллистические ракеты. А, логично. Мы можем бросить ракету куда угодно, и никто нас не остановит. Ого, и про МКС тоже интересно. 27 тысяч километров в час. Да. Ты смотрел видео о посадке ракеты? Да. Она очень точно садится. Мы можем ее, по сути, где угодно посадить. Ну или не сажать. Хо-хо. Не, я шучу, конечно. Хотя ее реально можно просто не замедлять при посадке. Каково это удерживать все в голове? У тебя X, Tesla, SpaceX, и все это одновременно. Да. Для человеческого мозга это много работы. Представляю. Мой мясной компьютер сильно напрягается. Ха-ха-ха. А тебе это нужно? Твоему мясному компьютеру нужно решать больше задач, чем среднестатистическому мозгу. Типа, если бы у тебя было только одно занятие, тебе было бы скучно? Или ты бы отвлекался, или не был бы удовлетворен? Тебе нужны все эти сложные задачи? Их должно быть очень много. Ты же не выбрал три простых проекта. Ты выбрал три проекта из самых сложных индустрий. Вот ты говорил, что производство — это сложно. Ракеты, ну, тут очевидно, это вообще одна из самых сложных задач. И более того, инновационные ракеты, которые возвращаются на Землю, такого никто раньше не делал, и ты решил этим заниматься. А потом ты сказал, ну, человечество надо спасать. Потрачу-ка я 44 миллиарда на Твиттер. Ох, это было дорого. Ха. Как думаешь, сколько он реально должен был стоить? Всех денег. Ну, для человечества может. Я правда так думаю, и я не раз это уже публично говорил. Ты оказал человечеству большую услугу. Если бы ты этого не сделал, контекст, в котором живет эта страна, все больше бы поворачивался в ту сторону, и в конце концов люди бы боялись в принципе что-то говорить. Это влияет на то, как люди коммуницируют в работе, или когда они на нее только устраиваются. Людям не нравится идти против толпы, они не хотят стать изгоями в обществе, так что они соглашаются с правилами. Да, страх оказаться изгоем, вероятнее всего, самая большая проблема. А людей прям гнобят, им некуда пойти, у них остается только личное общение один на один. Нам нужна была, по крайней мере, одна площадка, где людей не отменяют направо и налево. Мне очень понравилось, когда люди заявляли, что уходят из Твиттера и переходят в Трэдс. Это говорит о том, как сложно сделать новую социальную сеть, даже в том случае, когда изначально очень много людей пришло на площадку. Но они все ушли за несколько недель, там просто перекати поле теперь. Там так тихо, что становится немного не по себе. Цукер даже сам не постит. Нужно ж пользоваться своим же продуктом. Они теперь их подмешивают в Инстаграм. Иногда я вижу что-то интересное, нажимаю, и ты такой, ах ты сволочь. Он открыл Трэдс, поймал меня, так сказать. Я инстой и не пользуюсь. Уверен, что так. Да и зачем? Если бы я купил Экс, ну или Твиттер, я бы тоже другими платформами не пользовался. Я уже давно ей не пользуюсь. Раньше у меня был аккаунт, я выкладывал фотки, но поймал себя на том, что делаю селфи, и подумал, да что со мной не так? Я зачем вообще позирую для селфи? Чтобы заработать лайков? Это же бред. Если в Твиттере выкладывать селфи, люди тебе этого не спустят. Ты с ума сошел? Да, верно. Странно, но в Инстаграме люди гораздо более снисходительны. Там просто красивые фотки. Красивые фотки и куча вранья. Там же столько странного, типа фильтров. Видел, взрослые мужики накладывают фильтры на свои фотки. Очень странно. Вообще, я переживаю, что Инстаграм приносит больше несчастья, чем удовольствия. Кажется, будто у всех дела идут прекрасно, все выглядит лучше, чем в жизни. Смотришь на это, сравниваешь себя с ними и думаешь, я так не выгляжу и, кажется, очень часто грущу. Это очень печалит. Вот ты взрослый умный мужик, и ты все равно с этим сталкиваешься. Представь, что происходит с молодежью. Джонатан Хайт говорит об этом в книге «Coding of the American Mind». Между появлением соцсетей и их повсеместном использовании и причинением вреда себе есть прямая корреляция. Особенно среди девочек. Это очень плохо для девочек. В районе 2007 года выросло количество суицидов, причинение вреда своему здоровью, депрессий. Да, есть определенные физические ограничения. Невозможно соответствовать всем стандартам красоты. И количество пластических операций тоже выросло. Ты, кстати, видел рисунки Сэма Банкмана Фрида из зала суда? Кто его вообще рисовал? Он выглядит как супергерой с идеальной челюстью. Ты только посмотри. Ха-ха, да, точняк. Не, посмотри на картинку слева. Он выглядит как супермен. Какой горячий чувак. Типа Кларк Хент. Как будто кто-то издевается. Там есть и другие рисунки. Но этот, если это реально кто-то нарисовал специально, только посмотри, как они девушку нарисовали. Наверняка она очень расстроена. Это же еще интерпретация энергии, с которой она сидит в этом суде. Она уже признала свою вину, и теперь ей нужно давать показания против него, чтобы сократить себе срок. Не знаю, что там за пиар-команда у Сэма, но они прекрасно работают. Серьезно? Ну, чувак обманул кучу людей, украл кучу денег, а в прессе его чуть ли не по голове погладили. Думаешь, это из-за того количества средств, которые он им пожертвовал? Не знаю, в чем там дело. Может, так и было. Я не настолько циничен. Не думаю, что на людей можно повлиять деньгами. Не знаю, что он там делает. Но что-то происходит. Я видел статьи, где его называют непонятым филантропом. Блин, аж смешно. Ну, ты почуял неладное, когда он предложил тебе совместно купить Твиттер, верно? Да, и многие люди ему поверили. Я о нем вообще тогда ничего не знал. Чем он занимается? Он на Багамах? Это довольно подозрительно. Финансовые организации на тропических островах исторически плохо кончают. А тут еще и крипта. Да, вероятность скама в крипте высока. Я, конечно, не говорю, что все это скам, но не мне разбираться, что из них что. Слышал теорию, что все современное искусство, типа Джексона, Поллока и прочих, это псиоп-ЦРУ? Я слышал что-то такое, но не видел никаких доказательств. Я несколько лет назад прочитал статью, было очень интересно. Каждый день находится новый псиоп. Ну да, это правда. Пора уже шапочку из фольги делать. Это в 20-м было. Вот статья. Так, что тут? Отношения между современным искусством и американской дипломатией начались во время Второй мировой войны. Так, музей Мома, бла-бла, борьба за сердца и умы, окей. Хотя современное искусство и американская дипломатия шли рука об руку, советская пропаганда утверждала, что Соединенные Штаты являются культурно-бесплодной, капиталистической пустошью. Чтобы показать культурную динамику США в 1946 году, Госдеп потратил 49 тысяч долларов на покупку 79 картин непосредственно у американских современных художников и устроил передвижную выставку под названием «Развитие американского искусства». А-а-а. Некоторые еще ладно, но Джексон Поллок — это что вообще такое? Я уверен, что я такое тоже могу сделать. Вот статья. Джексон Поллок и ЦРУ объединились, чтобы выиграть холодную войну. Искусство — всегда субъективная штука. Важно то, что оно заставляет тебя чувствовать и о чем задуматься. Если тебя это устраивает, то это хорошее произведение. Да, а еще это способ отмыть бабки. Верно. Многие дорогие произведения существуют из-за отмыва денег и ради ухода от налогов. Видел документалку про потерянную картину да Винчи? Неа. О, это офигеть какая история. В общем, Мухаммед ибн Салман купил картину Леонардо за какие-то бешеные деньги. Оказалось, что, скорее всего, это не картина да Винчи. Более того, большая часть картины была написана женщиной, которая реставрирует произведение. Она занималась реставрацией картины и, по сути, перерисовала изображения в стиле да Винчи. Это очень странно. Потому что, если посмотреть на оригинальную картину, она выглядела плохо. Куски краски отвалились, там было много слоев, ее сверху чем-то закрасили. Очень крутая документалка. Это, кажется, была самая дорогая картина за всю историю. Он потратил 450 миллионов долларов. Судя по всему, там было несколько слоев и несколько стилей. И когда они провели серьезный анализ, оказалось, что с ней что-то не так. А оригинал вообще мог быть написан одним из его учеников. Но время тоже. Интересно, что Кристис, которые продали картину, знали, что с ней что-то нечисто. Но также понимали, что продать эту картину – это значит сорвать куш. Удивительная документалка. Не знаю, что правда, что нет. Может, это и да Винчи писал. Но, по меньшей мере, факт остается фактом. Женщина проводила реставрацию и переписала, типа, 90% картины. Там прям говорят, кто она. Она годами занималась этой картиной. Это вообще странно. Зачем они вообще это делают? Разве смысл не в том, что это старая картина? Так как она была написана. Это же не настоящая картина. Если какая-то женщина в 2001 году сверху ее разукрасила. Мне нравится эстетика искусства. Меня не интересуют громкие имена. Да, согласен. Я обожаю искусство. Вся студия в картинах. Ты видел свой портрет, который нарисовала Милана Блэкман? Это который странный? Он огромный. Она рисует портрет, и ты состоишь из кучи разных персонажей и вещей. Она нарисовала меня. Она нарисовала Энтони Бурдена. Я ее купил. Она очень талантливая и очень горячая. Вот, смотри. А вот она стоит рядом с картиной. Инстаграм забанил эту картину. А что случилось? Вот она пишет под твоим портретом. Инстаграм не только закрыл для меня возможность продвигать мои работы, но и отправил меня в теневой бан после того, как я опубликовал свою последнюю работу. Возможно, это после того, как ты захотел драться с Заком. Цукер вообще забавный. Он постил всякие бойцовские видео, и кто-то в Твиттере сказал, может, поборешься с Заком? Я сказал, что я готов, если Зак готов. Кажется, Зак в Инстаграме потом выложил «Выбирай место». И я предложил октагон в Вегасе. А потом Италия была готова предоставить нам Колизей. И я такой, ну от такого точно не отказываются. Но там нельзя будет проводить матч, как в UFC. Там нельзя. Все будет зависеть рекламой, как в Носкар. Это историческое место. И потом Цукер отказался. Он сам отказался? Да. Он сказал, нам нужно биться по правилам UFC. Я говорю, окей, хорошо, правило так правило. Но нам нужно уважать историческую ценность этого места. Колизей, пожалуй, самое крутое место для боя. И они сами согласились. Ну да. То есть он хотел, чтобы это было на арене UFC в Вегасе? Он в итоге обвинил меня в том, что я несерьезно подхожу к вопросу. Я сказал, Зак, я буду биться с тобой в любое время, в любом месте, по любым правилам. Круто. Он сказал, назови место. Я сказал, я где угодно готов с ним драться. Но это нечестно. Я сильно больше него. Я не думаю, что ему стоит против меня выступать. Потому что ты гораздо крупнее? Процентов так на 50. У меня есть запатентованный моржовый прием. Просто лечь на него. Моржовый прием? Ну, моржам же не нужно обучаться боевым искусствам. Они просто очень большие. Никто не выступит против моржа. Он просто тебя придавит весом. Ты когда-нибудь боролся с людьми сильно меньше тебя, которые занимаются джиу-джитсу? Ага. С лексом? Да, да. Но я занимался боевыми искусствами. Ты долго тренировался? Лет 10. Ты же каратэ занимался, дзюдо? Дзюдо, кёку-синкай каратэ, немного джиу-джитсу, тхэквондо. Уличные бои, но это ненамеренно. Думаю, я бы неплохо справился. Я участвовал в соревнованиях, когда был подростком. Лекс процентов на 20 тяжелее Зака, а я значительно больше лекса. Именно поэтому и существуют весовые категории. О да, у тебя была возможность пообщаться с Данахером? Чувак справа, он удивительный. Знаешь его историю? Он из Новой Зеландии, кажется. Он был профессором философии в Колумбийском университете и по уши влюбился в джиу-джитсу. Настолько, что спал на матах. Он просто обсессивный. Это один из самых уникальных людей, которых я когда-либо встречал. И один из самых умных. И посвятил свою жизнь джиу-джитсу. Есть один парень, Гордон Райан. Он тоже живет в Остине. Он самый лучший турнирный боец джиу-джитсу в истории. Без сомнений. А ему всего 28 лет. Он всемирно признанный лучший турнирный боец в истории. И он лучший ученик Джона. У Гордона бешеная трудовая этика, и они тренируются 365 дней в году, без выходных. Они вдвоем. Это просто бешеная команда, которую не остановить. Он огромный, талантливый, очень предан делу, и у него самый лучший учитель на Земле. Джона Данахера по праву называют лучшим учителем джиу-джитсу на Земле, а его ученика лучшим турнирным бойцом. Потому что Джон как будто из комиксов про супергероев вышел. Таких просто больше нет. Чувак с IQ-гения, очень интересная личность. И он одержим боевыми искусствами, стратегией. Невероятный мужик. Я был впечатлен, когда с ним познакомился. Если бы мы говорили про бой, где я незначительно больше, я бы серьезнее относился к вопросу. Сколько тебе потребуется на подготовку? Мне это не нужно. Вообще, как у тебя с кардио? Это не сыграет никакой роли. Ты серьезно? Какова вероятность, что бой реально состоится? Да я когда угодно готов. Думаю, такое заявление может ускорить процесс. Я вызываю его на дуэль на любых условиях. Бой на мечах? Да, почему бы и нет. Господи. Пистолеты. На рассвете. Ну, в этом нет необходимости. Пластиковые автоматы в полдень? Тогда уж делитесь в метаверсия. У меня есть подруга, она хороший боец, но весит в два раза меньше меня. Я сказал, давай покажу тебе, почему существуют весовые категории. Вот тебе прием маржа. Я не буду тебя держать, просто придавлю весом. Попробуй выбраться. Не получится, это невозможно. Типа, если на тебя упадет лошадь... Да, но ты же не лошадь, ты сколько весишь, килограмм 105? 110 где-то. Да, я, конечно, не лошадь, но когда мы говорим про достаточно большой вес, если на тебя упадет лошадь и умрет, ты не сможешь из-под нее выбраться. Но если боец очень хорош, думаю, ты видел соревнования без разделения на весовые категории, где 65-килограммовый боец буквально душит 100-килограммового, и они оба хорошо тренированные спортсмены. Это маловероятно. Нет, это довольно часто происходит. Окей. Когда речь идет об элитных спортсменах, черном поясе и ограничении в 65-70 килограмм, ты бы удивился. Есть куча видео, где такие ребята уделывают других, гораздо более крупных спортсменов с черным поясом. Я не говорю, что это прям совсем невозможно, но это маловероятно. Если бы это было не так, в боевых искусствах не существовало бы весовых категорий. Это правда, да, но в джиу-джитсу есть соревнования без ограничений, потому что есть что-то потрясающее в том, чтобы наблюдать за небольшими людьми, которые выступают против огромных чуваков и иногда выигрывают. Ну, тут как с армиями. Люди замечают, когда маленькая армия побеждает большую, именно потому что это редкость, не потому что это стандартная ситуация. Верно. А ты разве не повредил спину в сумму? Повредил. Это как вообще произошло? Ну, вообще до сих пор побаливает. Мне делали 4 операции. Серьезно, из-за этого? Ну, у меня были и детские травмы. Я в серьезные драки в детстве попадал. Однажды меня чуть не убили. Правда? Как это было? Просто в школе в Южной Африке. Довольно суровое место. Я попадал во много драк, в которых не хотел участвовать. Ну и какие-то травмы от регби. Это уже было не очень хорошо, а потом у меня на дне рождения были мировые чемпионы сумо и делали что-то типа демонстрации. И поскольку я был именинником, они позвали меня и сказали, не хочешь побороться? Тут такая же была ситуация. Они процентов на 50 были больше меня. 160-170 килограмм, наверное. Я знал, что в первом раунде они не станут меня сильно напрягать. Так что единственный способ его завалить был за счет инерции. По сути, просто бежать в него. Так я и сделал. Побежал, сделал бросок, повалил его и попутно повредил диск в шейном отделе. Ох, жесть, конечно. Но это как бежать в стену. Тебе его удалили? Угу. Ох, блин. Так что да, можно повалить кого-нибудь большего размера, если готов рискнуть диском. Если знаешь, что делать, и при этом готов пожертвовать диском. Он, конечно, не ожидал, что я в первом раунде поведу себя как сумасшедший. Ха-ха, точно. И, конечно, он одержал верх во втором и третьем раунде, потому что он уже знал, что от меня ожидать. В общем, у меня было пять минут славы и десятилетие боли. Да, но такая травма создает проблемы для верхнего и нижнего диска, верно? Со временем да, если слишком много вертеть шеей. А операция давно была? У меня их было три. А удаляли когда? У меня было три операции. Мне поставили два неправильных диска, но третий подошел. Они поставили неправильный диск? Ага, дважды. Это как? Потому что у меня есть друзья с искусственными дисками. Я вообще за искусственные диски, просто нужно установить правильный. Алджемейн Стерлинг был чемпионом UFC в легчайшем весе. Потом ему поставили искусственный диск в шее, и потом он еще три раза защитил свой титул. И до сих пор соревнуется на высочайшем уровне с искусственным диском в шее. Значит, я буду в порядке. Медицина сейчас на высочайшем уровне. Они справляются с травмами, от которых ты бы страдал всю жизнь. Еще 10 лет назад такого не было, а теперь все решается. Да. Но я рад, что мы подняли тему вашего с Заком Боя. Он испугался. Я ХЗ. Да вряд ли. Он просто испугался. А что, если бы вы спорили на что-то серьезное? Типа, если ты выиграешь, команда модераторов X приходит модерировать Facebook. Не вопрос. Давай. А если он выиграет, то наоборот. Бой за цивилизацию. Буквально бой за цивилизацию. Я за. Ого, серьезно? И ты бы не тренировался? Не, ну, немного я бы потренировался. Немного? Это сколько недель? Ну, мне не нужно тренироваться. Я хоть завтра готов. Я, кстати, пытался попасть к нему домой. Да ну. Да. Он живет в Пало-Альто, а мы там проводим тесты автопилота. Я подумал, ну, куда-то же надо ехать. Ты нажал кнопку, и такой туду проложили маршрут к дому Зака. Ну, типа. Он недалеко живет, километрах в четырех от главного офиса Теслы в Калифорнии, но дома никого не было. Наверное, тусил на Гавайях. Его представитель сказал, что он путешествовал. Ну да, но прикольно было бы, если бы он был дома. Что бы ты ему сказал? Я просто подумал, что это смешно. Типа, я еду к тебе. Это еще смешнее, когда понимаешь, что это два самых богатых человека в мире. Но да, он не ответил. Жаль, это весело, и я рад, что вы делаете что-то просто потому, что это забавно. Дана Уэйт считает, что это будет серьезный бой с точки зрения ставок. Просто эпично. Я бы его комментировал. Все вырученные деньги можно отправить на благотворительность. Люди наверняка придут посмотреть, что вообще происходит. Ох, это было бы легендарно. Давайте. А нужно прям в Колизее, или ты бы согласился... Да нет, где угодно, я ж так и говорю. Знаешь, где нужно устроить матч? В сфере в Лас-Вегасе. Сфера офигенная, я там недавно был. Я ее только снаружи видел. Внутри она еще круче. Я только на видео ее видел, вживую нет. Я там был в субботу, это очень круто, очень круто. Мне кажется, это лучшее место для мероприятий на Земле. Да, если у тебя есть видеоряд, который идет к музыке, типа как у Роджера Уотерса. У него очень много визуала на концертах. Я ходил на шоу в субботу, визуал был потрясающий. Это чье шоу было? Не знаю, кто сделал визуал. А что за группа? А, ЮТУ. Я был на их концертах, и они классные, но сфера... Даже если бы это были не ЮТУ, все равно было бы круто. Например, в воскресенье там фильм показывали. Ого, а в какую сторону смотреть? Так, вовсе? Обалдеть. Ощущение, что ты в виртуальной реальности. Более того, это было настолько удивительно, особенно в субботу, что ты потом выходишь на улицу и думаешь, почему реальность такая скучная. Это, пожалуй, был лучший концерт в моей жизни. Представляю, какое удивительное пространство, и какая прекрасная идея сделать весь потолок экраном. Стоит отдать должное Долану, это было очень круто, и они очень хорошо поработали над перспективой, потому что экран круглый, но он таким не выглядит. И снаружи круто выглядит. Однажды они сделали так, как будто это Земля. Обожаю такие эпичные штуки. Там надо биться. В сфере? Почему бы и нет? Это даже лучше Колизея. А если США развалится, это будет наш Колизей. Вегас будет нашим Римом. Как будто сфера — это Колизей нашего времени. Да, и Лас-Вегас тоже отчасти похож на Рим. В смысле, если подумать о гедонизме, который процветал в Риме на его закате. Это же Вегас. Да, верно. Это идеально. Погнали. Погнали. Было время, когда ты просил людей притормозить с ИИ. Я подписал письмо, которое кто-то написал. Я не думал, что кто-то реально притормозит. Но ты считал, что было бы неплохо, если бы они это сделали. Я согласен, кстати. Слушай, создание цифрового суперинтеллекта может быть опасным. Да, у ИИ определенно есть потенциал быть опасным. Ты говорил о том, что вирус осознанности смог распространяться через социальные сети из-за тех, кто их контролирует. Страшно представить, что будет, если что-то подобное получит власть над суперинтеллектом. Я думаю, что в этом и есть самая большая опасность. Если ИИ будут программировать, я не думаю, что у кого-то будет такая цель, но они случайно могут запрограммировать ИИ под такие ценности, которые разрушили даунтаун Сан-Франциско. И, кстати, большинство ИИ-компаний находятся в Сан-Франциско или в районе залива. И можно ненароком запрограммировать ИИ под то, что ему стоит попытаться достичь вымирания человечества. Скажем, возьмем вот этого чувака с главной Нью-Йорк Таймс, его философию, которая, кстати, превалирует в Сан-Франциско, ИИ может сделать такой же вывод, что и он, и постараться прийти к этому результату. Он буквально говорит, на Земле 8 миллиардов людей, было бы лучше, если бы не было ни одного. Особенно если мы будем ему не нужны. Если он станет разумным, будет самостоятельно принимать решения, улучшать сам себя, мы для него будем только препятствием. Нам нечего ему будет предложить. Это риск. Если спрашивать чат GPT, он следует этим новым принципам осознанности. Люди проводили эксперименты, просили его, например, написать стих, восхваляющий Дональда Трампа, и он не стал этого делать. А если попросить написать такой же стих о Байдене, то напишет. Это очень странно. Он просто так запрограммирован. А эти проблемы можно преодолеть? Мы можем осознать опасность создания подобной системы, но каким образом запрограммировать ее так, чтобы она приносила пользу людям? Или это просто утопия, и, скорее всего, будет не так? Если думать о самом вероятном исходе, скорее всего, результат будет хороший. Но это не гарантированно. Думаю, нам стоит осторожно программировать ИИ, чтобы он случайно не обратился против человека и случайно не захотел нашего вымирания. Или даже сокращение. Нашей популяции? Возможно. Мы всякие проблемы создаем. Или, может, он будет добиваться сокращения населения в тех частях света, которые очень сильно загрязнены. Типа стран третьего мира. Может, он решит, что они не очень-то и нужны. Особенно, если мы используем компьютеры ИИ или роботов для выполнения человеческого труда. А тут какие-то страны, где до сих пор есть ручной труд, и там высокий уровень выбросов и прочего. И он может подумать, избавлюсь-ка я от этих людей. Так можно будет сократить загрязнение океана на 30%, допустим. И он принимает такое решение. Да, об этом действительно стоит подумать. Мне как раз уже надо выезжать. Я через полтора часа вылетаю в Лондон на конференцию о безопасности ИИ. Что ты надеешься получить от этой конференции? Не знаю. Я просто обеспокоен безопасностью ИИ и что с ней делать. Не знаю. Нужны какие-то контролирующие органы. Мы же не можем собрать ядерную боеголовку у себя во дворе. Это противозаконно, и тебя за это посадят. А это, как по мне, может быть опаснее ядерной бомбы. Правда? Да. А что, если другая страна разработает ИИ раньше нас? Нам скорее стоит волноваться о том, что ИИ может быть настроен против людей в целом. Потенциально. Это как джин в бутылке. Волшебный джин, который исполняет желания. Вот только обычно в таких историях человек, загадавший желание, плохо кончает. Как думаешь, мы создаем новую форму жизни? Пожалуй. Что-то, что неотличимо от интеллекта, от разумной формы жизни. Определенно. Я не могу избавиться от мысли, что мы гусеница, которая создает кокон, и мы даже не осознаем, что делаем. И скоро родится какая-то технологическая бабочка. Да. Мы стоим на пороге революции искусственного интеллекта. Очень долгое время мы были самыми умными существами на Земле. Это наша определяющая характеристика. Мы обсуждали боевые искусства. Вот не думаю, что кому-либо стоит вызывать на бой гориллу. Даже если ты высококлассный боец, она тебя убьет. Она буквально на кулаках ходит. Если она этим кулаком зарядит тебя в лицо, это конец. Мы не сильнее горилл. Мы не быстрее других животных. Мы умнее. А что будет, когда появится что-то значительно умнее? Что будет тогда? Хороший вопрос. Ну что, ладно, иди пообщайся там с людьми, научи их. Надеюсь, из этого выйдет что-то хорошее. Спасибо, что уделил мне время. Спасибо, что пришел. Было весело. Рад был тебя видеть. И я тебе всегда рад. Спасибо. И спасибо за то, что купил Твиттер. Ха-ха, не за что. Правда? Надеюсь, это принесет что-то хорошее. По меньшей мере, это остановило много плохого. Всем пока.